Это было в 2009 году, восхождение на вершину Лхоца. Мы заведомо шли в тяжелые погодные условия с надеждой, что все-таки шторм и муссон не придет в то время, когда мы идем на вершину. Вот, но мы попали в жесткий шторм и уже под вершину поняли, что мы в капкане снежном, но мы пытались вырваться из него, у нас было трое. И вот на этом спуске один наш товарищ погибает в лавине, мы тоже с вас сегодня попадаем в лавину, чудом выживаем. И потом два долгие дня мы боролись за жизнь, ну, просто в экстремальных условиях. Не было газа, не было еды, не было ничего, и нас постоянно заметало снегом. Чисто физически, теоретически у нас шансов почти не было, один на миллион. Ну, и мы просто, мы умирали молча. Мы понимали, что следующей ночью мы просто уснем в холодных спальниках и больше не проснемся. Горы во все времена привлекают человека своей неприступностью и красотой. Человек, о котором мы сегодня будем говорить, является воплощением мужества и силы духа. Сейчас находимся в третьем, в высокой магии, в маленькой тесной палатке. Василий пишет смс на родину. Горы, как в телевизоре. Сегодня отработали, ну, семь с половиной, восемь часов. От второго до третьего лагеря. Рельеф, нормально, просто усталость, тяжелые рюкзаки. Ну и никуда не спешили. Пришли здесь на маршруте Чесона. Третий лагерь. Не очень удобные площадки. Ну, а нам пришлось поработать час-полтора. Ну и смогли вместить на снежном склоне свою маленькую палатку. Ну, по глазу меня замечательное. Махсут Жумаев. Известный казахстанский альпинист, покоривший 14 восьмитысячников безкислородного оборудования. Капитан сборной альпинистов Казахстана. Мастер спорта международного класса по альпинизму. Многократный чемпион и призер первенства Казахстана по альпинизму в высотном классе. Мы не можем представить успеха без напарника Махсута, Василия Певцова. Уникальная двойка за всю историю альпинизма, который удалось покорить все восьмитысячники мира. Это общий успех, слаженный годами работы. Задача, если, допустим, раньше это была программа 14 восьмитысячников, либо это программа 14 восьмитысячников в казахстанской сборной, затем пошли экспедиции параллельно, которые шли на высочайшие вершины мира, «Семь вершин». Это программы. С этими программами лучше работать. Потому что вот сейчас мы сидим здесь, а в принципе сегодня воскресенье. По сути, я мог пойти на восхождение. Но почему я не пошел на восхождение? Потому что у нас была договоренность о нашей встрече, о съемках. Ну и в принципе, как планировать такие восхождения? Ну восхождение, восхождение. Я знаю, что в понедельник, вторник мы обязательно... В вторник, среда я 100% уверен, что я пойду в горы. Потому что это моя работа. Самая первая гора была, значит, так дело. Ну мы сидели на вагончиках. Группа собиралась, как обычно, все в субботу поднимаются, с вечера, в воскресенье утром все выходят. Максуд, родившийся в степи на западе Казахстана, стал альпинистом довольно поздно. Но зародившаяся любовь к горам Валматы дала нашему герою крылья для покорения высочайших вершин мира. На пик Отечественной войны. Вот. Это была двоечка. У меня тогда вообще не было восхождения. И я напросился, говорю, можно с вами под маршрут? Они говорят, да. А они вышли не на ту вершину, на которую надо, на антиканино вышли, да. А она единичка. В принципе, на нее мне можно было. Я у института спрашиваю, говорю, можно мне на вершину? Он говорит, конечно. А я говорю, у меня только стрижения нет. Он говорит, дай я тебе свое стрижение отдам. Наш герой является 12-м человеком в мире, который покорил все восьмитысячники мира без дополнительного кислорода. Призер чемпионата СНГ по альпинизму в высотном классе. Почетный гражданин Западно-Казахстанской области. Капитан спортивного комитета ЦСКА, Министерство обороны Казахстана. Альпинизмом, по сути, ты не зарабатываешь вообще. Поэтому, когда занимался альпинизмом, то не думал о том, что будет большой успех, известность, признание, уважение, какие-то дополнительные патриотические порывы. Этого ничего не было. Было хобби, было увлечение, было понимание того, что ты ходишь в город, тебе хорошо на душе, у тебя вообще друзья, твое комьюнити, то есть твое общество, куда тебе хочется идти, где тебя ждут, где тебя рады видеть. Это очень хорошо. Детство обычное, поселковое, ничем не отличается от жизни пацаненка, который родился и рос в поселке. Какие были секции в школе, все я посещал. Спортивные, авиамоделирование, туда-сюда. Ну и потом, конечно же, у нас было свое подворье. Малдар Болда ухаживал за животными. Здрасте. Здрасте. Когда возвращаюсь в свой поселок и вижу вот этот свой дом старый, он небольшой, по сути, сейчас там уже магазин. Я даже не стал заходить в этот магазин, чтобы не перебить вот эти детские воспоминания, больших окон, такого огромнейшего дома. И ты идешь, и у тебя вот здесь стоит все, вот здесь стоит, и ты не можешь держать уже слезы. И вот думаешь, ну вот я с чего, с чего вдруг взять, и вот взрослый человек начал, начинает плакать. Что плохого произошло в твоей жизни? Ну ничего. Просто вспомнил. А что ты вспомнил? Что-то плохое или что-то хорошее? Нет. Вот так же, мне кажется, и у альпиниста с горами это связано. Потому что прошла большая часть жизни. Допустим, мне, как человеку, период моего становления, как взрослого человека, как зрелого человека, как целостной личности, у меня произошло именно в горах. Прямо идет сегодня, душа прям радуется. Вот здесь я в армии служил. Но там были другие домики. Но вот здесь вот, вот там и жил, варил лес, рубил дрова. Здесь дядь Миша жил, Царство Небесное. Мы вместе с ним коротали вечера долгие, холодные здесь. Заготавливали ему дрова. Мы сейчас находимся на Ту-Юксу. На Ту-Юксу. Из экспедиции две новости. Первое, что уехали. Второе, что зашли удачно на вершину. То есть это, на самом деле, такая тактика нашего тренера. Все остальное за кадром. Все остальное тишина. Чтобы не сглазить, кое-что миссии надо туда-сюда. В общем, там все очень сложно. Но это тонкие миры. То есть там с ними надо поаккуратнее. Экспедиции сложных нет. Если ты тренируешься, если ты сильный. Если ты работаешь в сильной команде. В принципе, все понимаемо. Все должно быть достаточно предсказуемо. А вот самое трудное, я бы сказал, ни этой, ни горы. Сложным в альпинизме и в экспедициях было принятие решения, развернуться и уйти вниз. Потому что это решение, оно очень тонко связано с жизнью и смертью самого альпиниста. Либо ты идешь, продолжая экспедицию, и, скорее всего, погибаешь. Либо ты возвращаешься. То есть здесь принять решение крайне сложно. Крайне трудно. Потому что, ладно, хорошо, если бы я один шел. А со мной идут мои друзья, мои товарищи, мои напарники, мои боевые однополчане. С которыми мы прошли много гор, много вершин. И у них также и семьи, и обязанности, и ответственность. Ну, это очень много стоит за этими простыми словами. Идем или возвращаемся. Ну, это было в 2009 году, восхождение на вершину Лхотца. Мы заведомо шли в тяжелые погодные условия с надеждой, что все-таки шторм и муссон не придет в то время, когда мы идем на вершину. Вот, но мы попали в жесткий шторм. И уже под вершину поняли, что мы в капкане снежном. Но мы пытались вырваться из него. У нас было трое. И вот на этом спуске один наш товарищ погибает в лавине. Мы тоже совсем не попадаем в лавину, чудом выживаем. И потом два долгие дня, наоборот, за жизнь. Ну, просто в экстремальных условиях. Не было газа, не было еды, не было ничего. И нас постоянно заметало снегом, откапывались. И, в принципе, не знали, спасемся мы не будем. Ну, и мы просто умирали молча. Мы понимали, что в следующей ночи мы просто уснем в холодных спальниках и больше не проснемся. В таких ситуациях пропадает все. Но надежда еще была. Чисто физически, теоретически у нас шансов почти не было. Один на миллион. И один на миллион сработал, дав нам возможность продолжить жизнь. Наверное, я думаю, ради чего-то. Я не могу продолжать этот путь. Я не могу продолжать этот путь. Василий Жжавский. Ну, этот человек самый близкий ко мне. В духовном плане. Мы в четвертом лагере на высоте почти 8 тысяч метров. Четыре года назад я снимал примерно так же. Но тогда мы шли уже... Да, мы так же шли домой. Так же с Василием. Кушаем китайскую лапшу. Да, вот оно. Китайский лапша. Троеугольный камень. Принятие пищи на высоте. Жалко, камера не может передать этот запах. Сейчас у нас задача сегодня... ...пуститься первый, завтра пути в Ибиси. Понятно. У нас задача, конечно, тяжеловатая. Я не первый, а второй. Усталось, накопилось. Это у нас был пятый выход. Пятая гора. Пятый выход, это какой-то восьмой день. Да. Я знаю полностью, наверное, вот это тот человек, ради которого можно пожертвовать своей жизнью. Я уверен, что этот человек тоже готов был и пожертвовать своей жизнью ради меня. Но таких людей у меня больше нет. Просто для меня альпинизм стал нечто таким особенным. Наверное, уже на закате спортивной карьеры. Ведь этот путь пройден не так, как основная генеральная линия твоей жизни. У меня была работа. Мы где-то работали. Помогали и Федерации альпинизма, и сопутствующие работы, чтобы работать условно в Федерации, кем-то помогать, готовить экспедиции, тренироваться, выезжать в экспедиции. То есть просто был образ жизни. Тогда была какая-то определенная формула. Где не было ни личной жизни, ни каких-то проектов. Да, безусловно, у меня было первое высшее образование. Потом появилось второе высшее образование. Но свою жизнь я не строил по этому образованию. Потому что тогда бы, если бы я увлекся юриспруденцией, мне нужно было бы опросить спорт. Потому что надо выбирать. Если в чем-то ты серьезном одном работаешь, то надо уделять этому очень много времени. Ну, наверное, в двухтысячных годах это все начало завертелось, закрутилось. И, наверное, в 2010 году, наверное, все уже пошло на спад. И я уже тогда задумался, каким же я буду дальше работать. Первое августа. Сегодня вышли в 6 утра из базы лагеря. Во второй с ночевкой. И дальше в третий лагерь. Но это, наверное, будет полная климатизация перед клещающим штурмом. Погода нормальная, туман. Под ногами жесткий фирм, идется легко. В прошлый раз дошли за 6 часов до второго лагеря. В этот раз, надеемся, будет полегче и побыстрее. На пути к восхождению на Ка-2 было много трудностей. Первая попытка взойти на Ка-2 состоялась в августе 2003-го. Но из-за плохой погоды, достигнув высоты 8200 метров, команда завершила восхождение. Во второй раз, в августе 2005-го, экспедиция сборной Казахстана была свернута в результате кражи штурмового снаряжения, когда оставался всего 61 метр до вершины. Но, как говорит Жумаев, хороший альпинист – это живой. Гора стояла и будет стоять. А значит, можно будет зайти еще раз. Третья августная среда, проснулись в 3, вышли в 5, как и запланировали. Дошли вот до верхней части кулуара. Дальше сейчас на гребень двойка Герлинда и Ральф уже выходит на гребень снежный. И дальше будем работать до сканоперемычки. Там отдохнем, и задача – дойти до второго лагеря. Пока ветра нет, солнце тесно мажемся с защитным кремом, оденем очки и пойдем наверх. В 2007 году двойке оставалось пройти по Северному гребню 100 метров до выхода на вершинный купол. Но из-за дефицита снаряжения и продуктов пришлось свернуть экспедицию. Тем не менее, Махсут и Василий решили завершить маршрут и вновь выбрали самый сложный и опасный путь по Северному гребню. Вместе с ними шли австрийская альпинистка Герлинда Кальтенбрунер, ее муж Ральф Дужмович и поляк Дариуш Залузский. Я говорю о том, что мы здесь стоим. Вместе с ней сделаем ручку. Кемпфор? Кемпфор, и после Кемпфор попробуем. Это лучшее место, очень доброе место. Но из-за здесь, не слишком много, но очень трудно. Это река, как вы видите. Например, в Кемпфор, в северном ручке. И после, может быть, 200 градусов. В холодном ручке? Да, да, может быть холодном ручке. Белый шоколад. Белый шоколад с рекордами. Герлинда. Да? Да. Как раз там вот эта ситуация, когда он ее бросает, тащит ее за руку. Она сбрасывает его руку с себя. И он уходит вниз, а она остается с нами. Там, конечно, была очень эмоциональная. Там очень был маленький шанс взойти и был очень высокий шанс погибнуть. Он трезво это оценил с точки зрения зрелого европейца. Решение было очевидное. Но тут вмешалась казахстанская производная, которая ГАЛГА. Это был реально для нас крайний шанс взойти на К2. И реально этим шансом мы воспользовались. В результате бескислородного восхождения, которое длилось около двух месяцев, вершина К2 была взята 23 августа в 2011 году. Кипиш на машине. Неудачно. Макс! Валить надо! Какая длинная, чуть можем будет на вершине не помогает Дарак холодно да, что-то руки не оставим дым я, в принципе, могу и без телефона спеть расскажут, что под фанеру поет, думаю ну, если обещал, давайте спою я, в принципе, под фанеру поет, думаю я, в принципе, и в этом месте я не могу, и в этой стране я думаю даже, что я буду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не оглядываясь ни на кого, ни на что А мечтать о своей реальности, о новом будущем И будущее не которое мы им рисуем А свое футуристическое, нереальное Не имеющее аналогов творить Если у молодежи будет взрыв Гнева от того, что им навязывают мечты Им дают супергероев Они должны отречься от всего этого И фантазировать И достать из глубин своей души Свои мечты И их воплощать Вот это если произойдет То-то я буду очень рад И буду очень спокоен за наше будущее Потому что то, что я сейчас наблюдаю Это зомбирование Это живые мертвецы То есть это неправильно, я считаю Как мы в свое время уходили от советской Да, вот этой истории Что-то новое А сейчас мы возвращаемся Потому что нас боятся за рамки отпустить То есть нам не дают свободу Свободу именно вот такой Но душа, она неудержима Ее невозможно законсервировать Или поставить в рамки Я надеюсь, что будет глобальный взрыв Сознания и духовность Которую мы теряем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому